МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они готовы не спать ради любимой работы. Витамин Д им давно заменили софиты, а эндорфины вырабатываются в прямом эфире. В армии пришлось снимать сюжет. Это удивительно, но зато я хвастался, что такого дембельского альбома, как у меня, благодаря моей работе, не будет ни у кого другого. У каждого в этом строю уже есть своя профессия. Шагать в ногу со временем означает чувствовать темп большой телевизионной команды. Матчасть для тех, кто первым нам рассказывает о событиях в стране и мире. Когда человек просыпается в полчетвертого утра, это звучит чуть мягче, чем 3.30 ночи. Мне кажется, это, наверное, говорит про любовь к своей работе, потому что иначе не проснуться. Но главный вопрос – для чего ты просыпаешься? Мне кажется, что вот в это ночное время, учитывая, что я утренний будущий новостей, люди попадают в такой своеобразный информационный вакуум. И вот наша задача в этой ситуации – с утра этот вакуум заполнить, рассказать о главных событиях. То, чем ты занимаешься, это не только часть жизни, это жизнь. Это и хобби, это и любимые занятия, это и средство самовыражения, потому что все-таки журналистика – это творчество. И это возможность быть вместе с событиями, которые происходят в стране. Говорит и показывает Павел Лазовик. Теле и радиоведущий – пример того, как сегодня работают журналисты. На стыке жанров и форм. Кроссплатформенность – главный современный запрос. Если коротко, это когда один и тот же контент можно разместить и на радио, и на телевидении, а также в интернете, разумеется, тоже. Сейчас мы не можем без интернета. И поэтому тоже каждому из журналистов и ведущему необходимо очень быстро осваивать эти технологии. Потому что тебя могут опередить просто обычные пользователи. Они тоже владеют так же телефоном и могут выкладывать в интернет информацию. Но ты это сделаешь с точки зрения более профессионально и по-журналистски. Журналисты на выезде, точнее, в выездной студии. Это мобильная версия телевизионного павильона под открытым небом. Большая команда готовит информационный канал ко Дню Победы. Здесь записывают интервью с гостями эфира. Это традиционно мы делаем в выездные студии агентствователей новостей для нашего информационного канала. В этом году мы выбрали локацию самого центра, наверное, нашей столицы. Это Стелла, Минсгород-герой. Здесь разместили шесть камер, в том числе там слайдер у нас, ватрокоптер мы летаем. Для того, чтобы, ну, показать масштаб, показать красоту всего происходящего здесь. Красота – понятие у телевизионщиков очень конкретное. Если мы про чистоту кадра, то тут решает погода. Например, откровенное солнце хоть и ляжет на душу профи и спортит экспозицию, но не настроение. Его готовят заранее. Домашние заготовки должны быть в меру. В меру. И самое главное – настроить своих спикеров на то, что мы будем разговаривать о личном. Вот это вот все через запятую, вот это вот все общее. Класс, огонь. Но все равно 9 мая – это в первую очередь то, что мы эмоционально чувствуем. Если вы плачете под военные песни, вот это про 9 мая, вот это. Об этом мы хотим с ними поговорить. Не важно, чем они занимаются, какие статусы они занимают, какое социальное положение. Об этом вся речь. 9 мая в эфире «Беларусь. Один марафон памяти». Филигранная работа журналистов, которая требует не только умственной и физической отдачи, но и во многом эмоциональной. Говорящие факты и настоящие герои войны, ушедшие и ныне живущие, станут рассказчиками в материалах наших корреспондентов. Восьмидесятилетию трагедии. Документальный фильм из серии «Бессрока давности». Они сжигали хаты. Белых пятен нет и в истории геноцида белорусского народа. Закрытая информация из архива КГБ вовремя стала публичной. О преступлениях без срока давности в рамках инфоканала расскажет спецкор-агентстватель новостей Елена Бормотова. Для человека, который интересуется историей и историей Великой Отечественной войны в первую очередь, это, скажем так, подарок судьбы. Окунуться в те архивные материалы, которые видели единицы. И, как правило, мы имеем дело не с антологией самих преступлений, и с ней тоже, но мы впервые называем имена людей, которые эти преступления совершали. Чтобы мы больше не говорили, что хатынь сожгли немцы. 9 мая все радиостанции, включая региональные, подготовили тематический эфир. Прямые трансляции и включение с праздничных площадок. А еще в специальном проекте радиотека услышим голоса героев Великой Отечественной войны. Отреставрированный и оцифрованный контент с пометкой «высокая историческая ценность» востребован на разных платформах. В некоторых странах увековечение подвига советского война находится вообще под запретом. Людей преследуют за то, что они приносят цветы к памятникам, за то, что они носят георгиевскую ленту, за то, что просто они отмечают или поздравляют друг друга с Днем Победы. И вот эти люди, находясь в каком-то информационном вакууме у себя дома, там, где они сейчас живут и находятся, большой интерес проявляют тому контенту, который производим мы. Из 800 выживших защитников Брестской крепости 700 попали в лагеря. Но плед пережили не все. Недавно на стенах Восточного форта стали появляться таблички и судебные. А начнется утро 9 мая со слов «Доброй ранницы Беларусь». Правда, произнесут ведущие проекты их не в студийном павильоне, а в Брестской крепости герои. Команда проекта проживет вместе с ушедшими защитниками форта. Время, когда исход битвы предугадать не мог никто. Сколько еще держаться? Пять минут или пять суток. И о Брестской крепости тоже очень много. Все знают, бывали там даже в рамках просто школьных уроков истории. А мы попытались через личные истории показать, вот как это было тогда. Потому что мне кажется, что это трогает больше всего. Мы читали письма людей, которые находились на Брестской крепости в первые дни войны. И, конечно, вот это огромное, самое большое впечатление, потому что мы с Аней, когда читали письма, мы еле сдерживали слезы. Чувства плеча и коллективный дух были важны тогда и сейчас. В любой сфере, как говорят на телевидении, настоящая команда познается и в горе, и в радости. Но главное – в эфире. О любимой работе рассказали Нина Можейко и Сергей Матвейчук. Нина Можейко и Сергей Матвейчук.